В эфире Пингвинус. Состоялся релиз дистрибутива Linux Mint 20. В этом ролике мы рассмотрим основные изменения. Кодовое имя новой версии очень красиво – это Ульяна. Linux Mint сохраняет свою традицию по именованию дистрибутивов женскими именами. Причем каждое новое имя начинается со следующей буквы алфавита относительно прошлого релиза. Прошлый релиз, как мы знаем, назывался Тришия. Пакетная база Linux Mint 20 – это новый Ubuntu 20.04 LTS, и сам Linux Mint является LTS-релизом и будет поддерживаться обновлениями до 2025 года. Обновления получили все редакции дистрибутива – это редакции CINAMON, XFC и MATE. Начиная с этой версии больше не будут формироваться 32-битные сборки, теперь только 64-битные. В качестве ядра используется ядро Linux 5.4 – это тоже LTS-ядро, и оно тоже будет поддерживаться до 2025 года. То есть если вы из тех, кто надолго себе устанавливает систему и не меняет ее, но при этом хочет получать необходимые обновления, особенно критические, с устранением каких-то уязвимостей, то Linux Mint 20 – это как раз то, что вам нужно. Мы будем в этом видео рассматривать основную редакцию со стритой рабочего стола CINAMON. Некоторые изменения относятся только к ней, а некоторые актуальны для всех редакций. В настройках экрана появилась возможность включить дробное масштабирование для мониторов с высокой плотностью пикселей. Раньше там было всего две опции – это возможность установить масштабирование 100 и 200 процентов, уверен, что почти никто эту настройку и не менял, так как 200 – это наверняка очень много. Теперь же добавили промежуточные значения – это 125, 150 и 175 процентов. Причем для разных мониторов можно задать свои настройки масштабирования. Также в настройках экрана появилась возможность изменять частоту обновления монитора. А во всех редакциях Linux Mint иконки в области уведомлений полностью адаптированы под High DPI экраны, т.е. больше нет никаких размытий и каких-то вредных артефактов. Отличемся от настроек – в систему добавлена абсолютно новая утилита, которая называется Warpinator. Это программа для простого обмена файлами в локальной сети. У нее есть небольшая предыстория. В Linux Mint версии 6, а это 10 лет назад, уже существовала аналогичная утилита, которая называлась Giver, но она прекратила свое развитие. И разработчики Linux Mint решили, вдохновившись Giver, создать новую утилиту для обмена файлами между пользователями в локальной сети. У нее очень простой интерфейс. В главном окне выводится список пользователей, которые подключены к локальной сети и у которых также запущена эта программа. И можно выбрать любого пользователя и отправить ему файлы. Показывается информация какая-то о пользователе, то есть его IP-адрес, что-то еще. Возможно, не всем нужна такая программа, но если у вас есть несколько компьютеров в одной локальной сети, или в корпоративной среде у вас своя локальная сеть, то я думаю, эта утилита будет очень полезна. В системный лоток добавили апплет NVIDIA Prime, который предназначен для ноутбуков с дискретной графикой, который поддерживает технологию NVIDIA Optimus. Это технология, которая позволяет на ноутбуках с двумя видеокартами, то есть с Intel и NVIDIA, выполнять автоматическое переключение между ними. То есть когда мощности NVIDIA не нужны, используется Intel. Когда нужна производительность, то автоматически задействуется NVIDIA. В результате это продлевает или должно продлевать время работы ноутбука от батареи, ну и, наверное, дает еще какие-то преимущества. Через апплет NVIDIA Prime в Linux Mint можно переключиться на ту или другую видеокарту или выбрать режим On Demand, то есть режим, используя NVIDIA по требованию. В этом режиме как основная используется видеокарта Intel, а NVIDIA используется только при запуске конкретных приложений. Если в главном меню, например, кликнуть правой кнопкой мыши по приложению, то появится пункт Run with NVIDIA GPU. Улучшена производительность файлового менеджера NEMA. Основное изменение, которое сделали в нем, заключается в том, что теперь при открытии директорий вместо миниатюр предпросмотра файлов сначала устанавливаются заглушки, то есть отображается список файлов и только потом параллельно начинают загружаться миниатюры. Это очень сильно повысило отзывчивость интерфейса. Особенно это актуально, если у вас какие-то большие графические файлы, то вы сразу можете начать работать со списком файлов, не дожидаясь подгрузки миниатюр. Поработали разработчики над внешним видом системы. Появилась возможность установить желтый цвет для папок вместо стандартных зеленых. Мне кажется, это очень хорошая вещь, так как лично мне зеленые папки не очень нравились, да и для тех, кто переходит с Windows, может быть, желтые папки будут просто более уютными на первых порах. Также обновили цветовые схемы для стандартной темы оформления. Цвета сделали более чистыми, благородными, то есть если сравнить то, что было и что стало, то предыдущие цвета явно были чуть грязнее, если можно так выразиться. В утилиту начальной настройки Welcome добавили возможность выбора цветовой схемы. Там представлено аж 11 вариантов и добавили простой переключатель для активации темной или светлой темы оформления. Обновились приложения из набора X-Apps. Это, скажем так, стандартные программы, которые доступны во всех редакциях Linux Mint. Они все используют GTK-интерфейс, и во всех средах, во всех редакциях эти программы одинаковы. Обновился текстовый редактор XED. В нем появилась возможность объединять строки и удалять висячие пробелы в конце строк перед сохранением файла. В панель управления просмотрщика XViewer добавлены новые кнопки для перехода в полноэкранный режим или запуска слайдшоу. А в панель управления просмотрщика документов XReader добавлена кнопка печать. Еще одно важное изменение, которое произошло в Linux Mint 20, про которое я уже, кстати, упоминал в прошлом ролике новостей, это отказ Linux Mint от Snap-пакетов. И теперь в Linux Mint не будет предустановлен ни одного Snap-пакета и не будет установлен Demon Snap-D, который используется для управления Snap-пакетами. Еще раз очень кратко расскажу, с чем вообще связан отказ от Snap-пакетов. Snap-пакеты изначально создавались в компании Canonical, которая делает Ubuntu, и они используются для установки программ. То есть каждая программа представляет собой не DEP-пакет или, например, не ERPM-пакет, а пакет Snap, который помимо самой программы содержит еще внутри себя ряд зависимостей, то есть пакетов, от которых зависит данная программа, которые ей нужны для работы. Это если совсем простыми словами. То есть каждый Snap-пакет — это самодостаточная единица для установки конкретной программы. И такие программы устанавливаются издалированы друг от друга и не засоряют систему зависимостями и имеют еще некоторые преимущества. Но несмотря на ряд преимуществ, у них есть очень существенные недостатки. Я не буду их сейчас перечислять. Вообще, одна из причин, которая, наверное, окончательно вывела разработчиков Linux Mint из себя, заключается в том, что в Ubuntu при установке браузера Chromium через штатный пакетный менеджер APT устанавливается не DEP-версия Chromium, а Snap-версия. То есть в Ubuntu для Chromium есть DEP-пакет, который на самом деле просто заглушка, приводящая к установке Snap-версии. И более того, если у вас не установлен SnapD, то в систему еще ставится SnapD. В Linux Mint считают, ни при каких обстоятельствах нельзя делать подобные вещи за спиной пользователя. То есть подменять DEP-пакеты Snap'ами и уж тем более установить SnapD. Также они сравнили Snap'ы даже с преприетарным ПО и написали, что они не могут в полной мере контролировать программы, которые поставляются через Snap'ы. И теперь вообще в Linux Mint нельзя просто так установить SnapD. Для этого нужно выполнять некоторые определенные дополнительные действия. В интернете есть руководство уже по этому поводу. И в заключение посмотрим на новые обои рабочего стола. Они все очень красивые, на мой взгляд. Очень хорошая подборка. На этом все. Мы рассмотрели основные изменения. Linux Mint продолжает развиваться. Этот дистрибутив мне лично очень нравится. Я его горячо рекомендую всем новичкам. Тут все работает из коробки как надо. Почти никогда у меня с ним не было никаких проблем. Если нужно установить систему и тут же работать без лишних телодвижений, то Linux Mint это один из лучших вариантов. Есть, к сожалению, некоторые, назовем их, особенности. Это, наверное, зависимость Linux Mint от Ubuntu. Вся пакетная база задействована от Ubuntu. И периодически, я думаю, у разработчиков Linux Mint возникают разногласия с тем, как развивается Ubuntu и как бы они хотели развивать Linux Mint. И вот как пример, это, конечно, многострадали те же самые Snap-пакеты. Есть у Linux Mint еще редакция на базе Debian, хотя она создана с идеей о том, чтобы продолжать развитие дистрибутива, если вдруг Ubuntu прекратит развиваться. А так, в целом, Linux Mint постоянно что-то обновляет, добавляет. Система действительно хорошая. Тут нет тонны каких-то сложных настроек. Здесь просто все работает. Все работает из коробки. На этом все. Я благодарю всех за просмотр. Всем добра, хорошего настроения и здоровья. С вами был Пингвинус. Субтитры создавал DimaTorzok